МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионы белорусов загинули уполыми Великой Айчинной войны, аля память про их живе. У розных кутках краины на мессах трагеды и подвига уствораны помники ахвярам и героям. Великие и малые яны заховывают историчную правду и увасабляют тое, про что варта памятать за усёды. Мемориальные комплексы Беларуси у цикля «Память земли моей». Могилёвская область. Город Бабруйск. Город мирного, сучасного и героичного минулого. На початку Великой Айчинной войны Бабруйск стал местом выконания фашистского режима геноциду. У городе дейнешили концентрационные и перасыльные лагеря. История их знищения сконцентрована у мемориальном комплексе ахвярам фашизму. Для Червоной армии 41-го дня был вельми удалым. Вельми шмат опынулась в полонии. И в регионе от Белостока до Минска опынется больше за 300 тысяч. И вот именно эта частка, она потом попадает в специальное место промыслового утромания для военно-полонных. Их будут называть «Офлаги» для офицеров. Дулаги – это перасыльные. Затым – шталаги для солдат. Ну и еще есть специальные, специфичные лагеры, про которые мы могли бы показать уже на прикладе Бабруйска. Город на Беорезине был захоплены немцами 28 червеня 1941 года. Худка-йон стал одним из центров немецкой администрации, якая демонстровала жорсткий оккупацийный режим. На территории Бабруйской крепости были организованы и пачали дейничать три лагеря смерти для мясового насильництва и полонных вязковцев. Умобы были вельми жудосные. Люди находились под открытым небом. Не все там могли разместиться у казармах, у каких-то еще закрытых помешканьях. Не было отоплення. Харшевание было вельми скудным. Для их навы для военно-советских военно-полонных выпекали специальный хлеб, який хлебом называть нель, потому что он состоял из вельми дрэнной муки только на 10%. Все остальное было жмых целлюлоза. Смертность у лагеря была вельми великая. Немцы, які служили у ахове гэтага лагеря, яны часом рабили себе некие таки умовны цирк, кали яны кидали у толпу голодных людей, стоумленных пуски хлеба, и потом починали расстреливать тех, кто кидаются за гэтым хлебом. Сярод 150 лагеря для военно-полонных на территории Беларуси Бобруйске займая особливая месса. У его так званым плане дейнасти отзначилась праца айнзац группы «Б». Это особые спецформирования, яких можно назвать группами смерти, якие павинны были только забивать. Яны павинны были забивать активистов советской улады, яны павинны были забивать евреев, яны павинны были забивать так называемых политичных зняволяных. На политичных зняволяных – это и интеллигенция, это безумовно командный склад червоной армии, это и ты, яке займали там невеликые посады в городе. Мается на увазе, это может быть директор школы, это супрацовник газеты, это может супрацовник административных часток, державных административных часток. Проявление бесчеловечной немецкой жорсткости наприклад, широко ведома такая форма, кали военнополонных размещали у транспорте, гэта вагоны, як правило, вагоны были открыты гаттыпу, и зима была в 1941 году вельми холодной, и вось их зранку сажаюць у такие вагоны, вечером привозят, и уже есть справоздача. Справоздача от тем, что бывает 10%, а бывает и 40% тех, кто там знаходился, и они были уже не живые. Таким чынам проводилась акция такого забойства, падаетца, что никто в этом не виноват, потому что, за одного боку, их перевозили в разные филиалы, от агульной колькости, нехай это будет 20-25 тысяч, и каждый день их вывозят в разные места при допомозе транспорта, как бы это выглядая не дивным, а звыкным. Пададенных немецких архивов у Бабруйску на подшатку войны дзейничала три лагеры для военно-полонных. Офицерские номер 21А и два перасыльные для родовых и сержантов. Дулагия номер 131 и 314. Не протяглы часту, так сама дзейничали шталагия номер 343 и 373. Сярод шматликих бабруйских вязня 600 взятей 10-15-годового взрослого. Частка военно-полонных на территории крепости и она находилась в бараках, а частка была на открытой просторе. И вы ведаете, чалавек не может долго так, потому что он начинает хворить, да, снова я говорю, не кормить, он находится, как описывается в материалах, у таких липких, липкая такая дрыгва, то есть это навод болото, потому что от великой колькости людей, которые туда-сюда ходят, как согреться, вся эта мешанина такая изъявляется, неде легче, неде отпачить. И это приводило до великой смертности и до худкой смертности. Журбот нелез вязня у лагеря Бабруйской крепости и из неволенных яуреев городского гета выращився у червоную для советских людей дату у ночи с 6 на 7 листопада 1941 года. На передо дни дня Кострышницкой революции фашисты сагнали палонных у вялизную казарму фортыции и подпалильея. Был спаленный барак номер два, кали люди пытались вырвать азагню, заходя усталеванных кулеметных вышек их расстреливали. Тады только расстрелянам было около 1700 человек, одна часовую одну ночь, и еще неколькие сотен было спалено у бараку. Первая братская могила у Бабруйской крепости изъявилася в осенью 1941 года. У ее паховали советских военнополонных, які загинули у лагера у листопаде 1941 года. Помник с зоркой на версия тут усталевали только у 1972 года. Мемориальный комплекс у память про бязвинные ахвяры войны на территории стародавней крепости Бабруйска был у Радшиста открытый 3 липеня 2014 года. Аутор проекта, майстер монументального мастатства, заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин. У працы над мемориалом так само примал у дел минский скульптор Александр Шапо. Леонид Левин у своей працы, архитектурной працы показаў, што значыла для Бабруйска, для города, што значыла стварэння лагера, концлагера. І ён знайшоў цікавые слова, архитектурные слова, каб расказаць аб гэтым. Мемориальный комплекс ахвярам фашизму знаходзецца ў Бабруйску, ў парковай зоні ў уліцы Карбашава. Ён складаецца з некалькіх частак. Центральная компазіція мае назву Куб Мужнасті. Кожная грань Куба – символ прамусовага утрамання вязняў. На паверхній белага бетону монумента контррельефы солдат, яуреў і мясовых жахароў, загінувшыў ў канцлагерах. Адлюстраванне жахлівых умоў утрыманне зняволіных адсутнаць ў Кубе Даху. І нібыта працяг історіі символічная чылуночная платформа, якая ўразаецца ў Куб. Ідея працтавіць платформу як вобраз знішчэня военопалонных ў Бабруйську, яна была пракладзіна на архітектурную мову. І на платформі ў Сталявана скульптурная група, зробленная Александрам Шапо, скульпторам, яны працавалі разам з Леонидам Левіным. Белы бетоны, чорныя колы, платформы – символы асуджаных на смерть вязняў. Аля кожны з їх спадзяваўся навыратавання. Бытцам прамень надзеў дзві фігуры на платформі – савецкі салдат, які сваім адзенням пракрывая зняволінага. Сучасны працяг історы мемораяльнага комплексу ахвярам фашызму ў Бабруйську мастацкая дынастая ягостваральнікаў. Падчас працы над мемораялам скульптора Леонида Левіна не стала. Яго справу працягнула дачка Галіна. Для мяне было вельмі важна працягуваць пасля таго, як бацька зышоў жыцця. Мне было вельмі цяжка, але ж было вельмі важна давіцці справу і прайці прас усі неабходныя моманты, які патрэбны былі, каб помнік завіўся. На тарэторііі мемораяльнага комплексу прадугледжена месца для перапахавання астанкаў загінувшых ў гады вайны военопалонных червонармейців і мирных жахару. Гэта дзвебратскія магілы памірам шэсь на восім метраў з бронзавымі вянками, ў які ў плеціны застылы ў металі валошкі. Сімвал мірнага беларускага жыцця. Увыніку пошукавай працы ў 2013, 2016 і 2018 гадах былі знайдіны астанкі бабруйскіх ахвяр фашызму. Іх перапахавалі ў братскія магілы. Зараз ў горадзе ёсць місцца паміці. Мне вельмі праеемна, што працягвучы наш праэкт кожны год з'являецца новае древы ў гэтым парху. І прас шмат гадоў я разумею, што ўсё будзе сарот древ. І ўэта вельмі добра, што ўсце пасадкі былі зробліна не ў момент перад адкрыццём, а на працягу гадоў традыція ў жыхароў Бабруйска новае древы, каб з'являліць на гэтым месццем. Месцца масавага знішчэння салдаты і мирных жыхароў Бабруйска адзе ўжу амаль 9 гадоў існуе сучасны меморіальны комплекс не парылна звязана з гісторай Бабруйскага гэта. У 2008 гадзе на вуліцы Бахарава з'явіўся меморіальны знак Яурэем, яких ў ночь з 6 на 7 листапада 1941 года фашысты знішчалі адначасовай звязнямі канцлагера. Архідэкторам Яурэйскага меморіальнага знака стала таксама Галіна Левіна. Ён ўсталяваны на месцца, ў якім была размешчана Бабруйскага гэта, это была вялікая тэрэторія. Помнік, такі меморіальны знак Ён символізуе древа яурэйскага жыцця, довоэннага жыцця ў Бабруйскага, алеш якая была зруйнована, была порушена, зломлена ў період вайны. Історія Беларусі насычана прыкладамі, якія расказываюць пра вайну на мові прауды. Заховуваць память пра минулая, значыць будаваць будучые, сваёй сям'ї, вёскі, горада, країну. Минулая нельга перапісываць, бо памяти не бувая шмат, асабліва, калі гэта память зямлі маю.